Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали! С вами Дарья Топузлиева. Когда одна компания производит такое количество вкусностей, стоит задуматься. Впрочем, о чем можно думать, когда вокруг столько шоколада? История корпорации Марс, о ней я сегодня расскажу, началась на маленькой кухне Фрэнка Марса и его жены Эстель. Они вручную лепили конфеты и продавали всем сладкоежкам. Дело было в начале прошлого века, и за отсутствием должной конкуренции семейный бизнес процветал. Настоящей золотой жилой компанией стал батончик Милки Уэй. Он так хорошо продавался, что позволил Марсу с женой перебраться в Чикаго. Уже на новом месте Фрэнк удачно смешал шоколад с нугой и жареным арахисом и сотворил лакомство, которое впоследствии получило название Сниггерс. Это был первый продукт семейной шоколадной фабрики. Сегодня во всем мире продается более двух миллиардов легендарных батончиков, а в США это самая популярная сладость. Дело Фрэнка продолжил его сын Форест. Подход к делу младшего Марса отличался. Он не стал во главе угла ставить кондитерские изделия. Вскоре в ассортименте компании появились корма для животных, вискос и педигри. Но, наверное, самым ярким и разноцветным моментом в карьере Фореста стали конфетки ММДЭМС. Появившись в 41-м году, дрожжи сегодня продаются в 100 странах мира. Название ММДЭМС расшифровывается как Марс и Мьюрис – фамилии основателей компании. Конфеты стали настолько популярны, что обросли собственными мифами. Например, многие знатоки ММДЭМС уверены, что коричневых дрожжей больше, чем всех остальных. В нашей стране самыми известными ММДЭМСингами стали красный и желтый. Первый – пузатый и циничный, а второй – глуповатый и вечно попадающий в нелепые ситуации. Вообще, в рекламной компании ММДЭМС участвуют пять конфет – синий, оранжевый, красный с желтым и единственная девушка – зеленая. Пока дрожжи завоевывали все новых поклонников, Форест купил Анкл Бенц. Компания продолжала расширяться и сливалась с другими гигантами. Вскоре под маркой Марс стали выпускать самые известные жевательные пластинки – Риглис. Несмотря на популярность своей продукции, семья Марс всегда держалась в стороне от прессы. Журналисты шутят, на таинственность компании повлияло расположение офиса. Он находится рядом со штаб-квартирой ЦРУ. Члены семьи Марс входят в список самых богатых людей планеты. На протяжении всей истории Марс остается частной фирмой. В компании введен очень жесткий контроль за качеством продукции. Здесь отказались от личных кабинетов и каких-либо перегородок, отделяющих сотрудников друг от друга. Это было сделано специально, чтобы сотрудники могли почувствовать себя командой. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают!